Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня. Оно должно было вступить в силу с полуночи 15 февраля 2015 года. С тех пор, по данным Генштаба ВСУ, погибли 467 украинских военных и 261 мирный житель. Только за прошлый год, по данному ВСЕ, перемирие нарушалось более 320 тысяч раз. Это почти по 900 случаев в день. Всего за время конфликта на востоке Украины, по данному ООН, погибли около 10 тысяч человек. Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами. Для артиллерийских систем калибром 100 мм и более зона безопасности должна была составлять 50 км, для ракетных систем и систем залпового огня – 70 км. Осенью 2016-го удалось развести войска в двух из трех согласованных районах – у Петровского и Золотого. На третьем участке, в станице Луганской, развод войск так и не состоялся. В 2016-м ОБСЕ зафиксировало более трех тысяч случаев размещения вооружений с нарушением Минских соглашений. А в 2017-м самым заметным случаем применения тяжелых вооружений стали бои под Авдеевкой. Обеспечение мониторинга ОБСЕ за соблюдением перемирия и отводом вооружений. Об ограничениях доступа только в прошлом году наблюдатели сообщали почти две тысячи раз. Около 80% случаев происходили на территории неподконтрольной правительства Украины. Проведение местных выборов в Донбассе по украинским законам. По данным ЦИК Украины, во время региональных выборов осенью 2015-го большинство участков в Донецкой и Луганской областях не открылись. В списки не были включены более миллиона избирателей. Помилование и амнистия лиц, причастных к событиям в Донбассе, соответствующий закон до сих пор не принят. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Этот процесс должен был быть завершен в течение пяти дней после отвода вооружений, но продолжается до сих пор. Украина запросила выдачу 58 человек, самопровозглашенные республики – 690. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распространения гуманитарной помощи. По данному БСЕ, в середине 2016-го в ней все еще нуждались более трех миллионов человек. Наблюдатели фиксируют нехватку воды, еды и медикаментов. Возобновление работы бюджетных учреждений, выплат пенсий, сборов налогов и оплаты коммунальных счетов. По данным Красного Креста, из-за долгов на неподконтрольных Киеву территориях без воды могут остаться 600 тысяч человек. Общая сумма задолженности перед Луганским энергетическим объединением составляет около 200 миллионов долларов. Восстановление полного контроля над государственной границей. Оно должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после конституционной реформы. Оба события не состоялись. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Конституционная реформа, предполагающая децентрализацию и особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ее должны были провести до конца 2015-го. Киев несколько раз откладывал принятие соответствующего законопроекта, ссылаясь на невыполнение России предыдущего пункта. Проведение местных выборов в Донбассе по украинским законам и при мониторинге со стороны ОБСЕ не состоялось. Дальнейшая работа трехсторонней контактной группы, в том числе создание рабочих групп по выполнению Минских соглашений. Несмотря на отсутствие значительного прогресса, трехсторонняя контактная группа продолжает регулярно собираться.